Ну-ка, Ренессанс. Средние века, эпоха Возрождения. Контраст очевиден. Но я хочу раздвинуть временные рамки. Возрождение чего? Возрождение идеалов античности. Поэтому давайте с вами сейчас построим спираль. Спираль исторического процесса. Первый виток – античность. Античность с ее культом прекрасного. Античность с ее культом гармоничного тела. Античность, которая говорила о том, что человек должен развиваться всесторонне. Физическое совершенство должно сочетаться с духовным богатством. Эпохи античности мы обязаны чем? Мы обязаны своим пониманием красоты. Своим художественным каноном, который сегодня нами используется на полную мощь. Мы очень многим обязаны. Греции, через Византию Русь восприняла основные нормы, архетипы греческой культуры. Ну, это между скобками. Средние века. Средние века мы можем рассматривать как определенное преодоление античного наследия. Если не сказать, как борьбу с античным наследием. Вот давайте вспоминать первые века христианства. Ну, вот Параскева Пятница. Святая, которая очень и очень нами почитается. Ее подвергают истязаниям за веру. Причем ее начальник, который о медиками истязаниями руководит, ее любит. Она измучена, она изуродована. Ночью к ней приходят ангелы. Она полностью исцеляется. Утром она воспринимается как чудо. И язычники везут ее в язычное капище. И просят ее поклониться идолу, как это говорят христианские писатели. А кто такие идолы? Там речь идет о статусе Аполлона. Может, эта статуя Аполлона, она создана проксителем или фидием. Она может быть совершенно античной классикой. Значит, Параскева входит в это светильнище, прикасается к Аполлоне. Только прикасается. Он падает и как бы резонанс. Все статуи падают и превращаются в осколки. Вы чувствуете, какое отношение к античности к культуре? Это идолы только. Они должны быть уничтожены. Резкое отрицание. Почему? Потому что это языческие идолы, потому что среди них очень много обнаженных фигур. И так далее. Вот отношение христианства к античности, отношение средних веков, является, естественно, отношением негативным. Отношением, я бы сказал, негативным где-то. Так, хотя это христианство, вроде как, абсолютно позитивное мышление. Эпоха средних веков, как я уже раз говорил, она насквозь спиритуалистична. Она отрицает телесность, как что-то значимое для культуры. Телесность греховна, телесность порочна. Отсюда вот эта анемия в облике средневекового человека, отсутствие пропорциональной сложности. Даже это легко обнаруживает искусство. Архитичные фигуры, лица, у которых нет огня жизни. Я сейчас устраиваю спираль исторического развития по Гегелю. Вот Гегелевские законы отрицания, отрицания. Античность – это тезис, утверждение. Средневека – это отрицание. И вот эпоха Возрождения. Третий венок спирали. То, что Гегель называл отрицание, отрицание. Вот этот закон здесь очень красиво работает. Очень наглядно, очень выразительно он здесь себя проявляет. Античность – это возвращение к идеалам Древней Греции, Древнего Рима. Но возвращение не буквально, возвращение не по кругу, а возвращение по спирали. Как говорят диалектики, возвращение на повышенном основании. Сохраняется все позитивное, накопленное за 15 веков христианства, за 14-15 веков христианства. Но, тем не менее, происходит такая своеобразная реабилитация языческих ценностей. Античная философия, античная культура, античного искусства. Отрицание – отрицание. Естественно, что возрождается и интерес к природе, очень характерно для античности, особенно для ранней античности. Ну, как сказать «для ранней античности»? Греки начинали с натур-философии. Греки сразу стали ставить вопросы о том, что такое космос, о том, как построено вещество. Но потом был знаменитый поворот Сократа в сторону человека, что мы называемым антропологическим поворотом Сократа. Сократ заявил, что надо думать о том, что есть мы человек, и о меньшей степени заниматься природой. Да, хорошо, это очень значительный был шаг, простите, его особи, но появился Аристотель, который написал физику, который занимался биологией, занимался метеорологией, был универсальным ученым-естественником. Так что античная наука развивалась очень стабильно и очень уверенно развивалась. Но в Средние века для них характерно невнимание к науке, к науке, которая обращена на природу. Ну, естественно, знание фактически не развивается. А если развивается, то в каких-то очень странных формах, как алхимия, астрология. Если изучается растение, то есть растение изучается только с точки зрения возможности использования в качестве лекарств, лекарственных средств. Причем очень часто медицина, ну вот, Средние века строятся на основе сомнительных аналогии. Ну, скажем, есть трава, которая называется печеночница. Ну, что и лист похож на печенку по контуру. Работает, ты пишешь, Мася, вот работает принцип симпатии. Принцип симпатии. Если есть хвост, то между этим листом и чеческой печенью, значит, эта трава может быть полезна для лечения. Вы понимаете, насколько эта аналогия сомнительная, насколько они, в общем-то, антинаучные. Здесь опять работает символизм. Символизм, да? Какой символизм? Вот природа символически навекает на нашу печень. Природа вот так устроена, что она провидит наши заботы, наши интересы и идет нам на встречу. То, что называется тереологией. Природа целесообразна, целесообразна относительно человека. В природе все вот как бы антропоцентрично, все нацелено на то, чтобы когда-нибудь быть востребованным человеком. И природа, это вот как очень характерное выражение, это аптека, аптека предназначена для человека. Природа как бы заранее запрограммирована на то, что ее будут изучать провизоры. Вот ясно, что такое отношение к природе совершенно не похоже на античное отношение. Ведь запишем у себя, вот почему античная наука, это именно наука, в отличие от средневековой науки. Вот античные мыслители, античные ученые, вот они между собой, интересуются природой для того, чтобы познать истину. Истину ради истины. Вот это и есть наука. Преклонные вопросы, как из этого извлечь пользу, они второстепенные, второстепенные. Или они вообще отсутствуют. Жажда познания истины. Чистой истины. Утилитарный момент еще себя не проявляет. Познание ради познания. Удовлетворить свою жажду новой информации. Удовлетворить свою жажду стремления понять мир. В Средневековье насквозит утилитарно. И телеологично. Телеология это наука о предыдущих целях. Природа телеологически запроверена на человека. Человек должен избегать в нее пользу, ибо эта польза в природе заложена. Это совершенно чуждо античному духу. Абсолютно чуждо. И вот эпоха Возрождения. Нет. Он снова воскресает идеал ученого. Идеал ученого. Который не озабочен предполагаемым вопросом. Как составить гороскоп, чтобы предсказать будущее. Как найти вилозовский камень, чтобы золото было в избытке. Нет. Познание ради познания. Вот это и есть настоящая наука. Еще раз повторяю. Все прикладное это вторичное. Все прикладное это нечто производное. Хорошо. Давайте с вами сейчас попробуем понять науку Ренессанса. Оценить ее своеобразие. Что в это время происходит. Но самое главное я скажу. Конечно это прорыв к науке классической. И о ней мы будем тоже говорить. Но в то же время науку Ренессанса отягощена традициями Средневековья. Она противоречивая. Она находится как бы на границе. С одной стороны ее тянет к новому. Впереди новое. А граница назад и чувствует, что еще связи с прошлым не разорваны. В чем эти связи выражают себя. Вот это надо сказать особо. И нам это подчеркнули. Наука Возрождения во многих своих деталях сохраняет магический характер. Вот в прошлый раз я об этом не говорил. А сейчас скажу. Специально это ставит для Возрождения. Ученый Адалян является магом. Это сочетается. Нука и магия. Классическая наука полностью элиминирует магические элементы мышления. Столь характерна для Средневековья. И очень сильно себя проявляющая в инуке Ренессанса. Что такое магия? Давайте с этим с вами разберемся. Ну, прежде всего, надо очень четко себе представить модель мира. Которую, значит, имеют в виду маг, да? Это модель 2-уровневая. Вот есть мир повсюсторонний, повсюсторонний, доступно нам через опыт. Есть мир повсюсторонний, повсюсторонний, так? Его можно назвать по-разному. Это реальность, с которой может быть связано пребывание усопших. Страна, куда уходят люди после смерти. Здесь у нас уже разная интерпретация. Так или иначе, это некая реальность нам в опыте не данная. Мы от этой реальности, мы от этой реальности изолированы. Вот есть некий барьер, некая изоляция. Здесь мы, здесь наше пространство, время. А там, вот с этим экраном, который вообще-то не видим, но который есть, там находится вот другая реальность, с которой надо войти в контакт, надо войти в связь. Дууровневая модель. Она имеет давнюю историю, эту дууровневую модель. Ее мы видим у Платона, мир вещей, мир идей. Элементы магии мы встречаем и в античном, и в шрении, конечно. Но здесь вот эта дууровня исправляет себя очень и очень ярко. Да что такое магия? Это попытка пробиться туда, туда. Вот параллельный мир, параллельный мир. Чтобы оттуда извлечь энергию и ее прибросить сюда. Энергия, которая привлечена оттуда, и которая в этом мире как-то себя никак еще пока не проявляла, вот она вдруг проявляет, вот это всегда производит эффект чуда. Эффект чуда. Как будто из ничего маг что-то творит. Вы понимаете, да? Но согласно модели мира, принятой магом, здесь нет чуда, здесь есть взаимодействие с другой реальностью и привлечение ее силы, ее энергии, ее возможности. Маг работает на границе двух миров. Я не буду сейчас обсуждать, насколько это все соответствует реальности. Я просто рассказываю вам установку магии. Вообще-то нельзя исключить, что такая реальность не существует. Сегодня наука очень много говорит о темной материи, так называемой, зеркальной материи. Это очень похоже на ту реальность, куда прорвались маги. Это не наша с вами задача, оценивать объективность подобных воззрений. Нам надо понять их место в культуре. Надо следить за то, что столетиями люди пытались проникнуть в другой мир, или назовем его инобытием, для того, чтобы его ресурсы использовать здесь, на Земле. Нарушается изоляция, это очень опасно. Сюда притекает какая-то энергия, сюда поступает какая-то информация, и само ее получение, и энергия информации кажется чудесным, кажется волшебным, кажется неизъяснимым. Это вполне нормально. Так вот, я вам сказал так. Наука настоящая, наука классическая, она начинает с того, что магия элиминируется. Элементы магического мировоззрения изживаются начисто. Мы имеем дело с природой, только с природой. Подустороннее нереально, это и есть фиксы, это и есть иллюзия. Но вот такой отход от магии, резкий разрыв связи с ней, он произойдет позже. Он произойдет, скажем так, уже в эпоху близкую, эпохи просвещения. Это 17 век. Ренессанс еще колеблется между магией и между подлинной наукой. Это очень ярко ощущается, скажем, в мировоззрении Жордана Бруна. Давайте о нем сейчас поговорим. Жордана Бруна ярчайший председатель именно возроденческого духа. Но начну я истерика, прежде чем подойти к Жордана Бруна. Да, это типичный философ-маг. Философ, который совершенно не чужд алхимии и астрологии, как и Кеплер. Кеплер, которого мы уже, но считаем его одним из пионеров классической науки. Ведь Кеплер занимался астрономией и параллельно с астрологией. Это же хорошо известно. Он был астрологом, он сострел в гороскопы. Но в то же время он был, конечно, настоящим ученым уже такого классического склада. Ученый, который опирается на наблюдения и умеет эти наблюдения математически обрабатывать. Противоречивая фигура. Вот я хочу начать сейчас, вот я должен выйти от Жорана Бруна, своего предшественника, с Николая Кузанского. Николай Кузанский. Вот о чем пойдет сейчас речь? Эпоха Возрождения. Это, конечно, революция. Революция мышления людей. Революция, которая перевернула картину мира. Очень важно иметь в виду понятие переворота, идею переворота. Инверсия. Переброска полюсов. Вот как эта инверсия проявляется в эпоху Возрождения? Ну, я еще вернусь в Копернику, опрошусь в Копернику, но ясно, что переход от геоцентризма Земля в центре Вселенной, гелиоцентризма Солнца в центре Вселенной, это переход революционный. Вот и есть инверсия. Солнце и Земля инверсировались, применялись местами. Это шокирует, это потрясает воображение людей, которые привыкли считать Землю центром мироздания. Еще один важный переход. От тезиса к антидезису. От утверждения к контр-утверждению. Вот это с вами свидетельство того, что космос античности и космос средневековья, это, видишь, космос христианства, это конечные структуры, это конечные объемы. Космос конечен. Космос имеет форму, это форма сферы. Отечественная наука к яснейшему образу связана с эстетикой. Греки как-то умели знания сопрягать с чувством прекрасного, для них это характерно. Изучение космоса, познание космоса для них было самодавляющим делом. Они изучали космос как ученые, но они и наслаждались космосом, как люди, имеющие очень развитую эстетическую чувствительность, восприимчивость. И космос как предмет созерцания, как предмет эстетического любования, он должен быть фигурой, он должен быть конечным. Так, бесконечное оно никак не никак не отражается в наших чувствах. Наши чувства не могут сместить бесконечное. И греки в этом плане были, конечно, противниками бесконечности, хотя они думали, они о ней высказывались, но в общем-то они стремились мироконечить, мироформить. Оформить, так. Вот. Это важнейшая черта античного космоса. И здесь в этом надо сказать особо. И надо это подчеркнуть. Космос, сфера. Сфера, так. Вот я рассказал про космос Пифагора. Десять хрустальных сфер, так. Должны друг друга. Что за сферами? Что дальше? У Пифагора дальше находится хаос. Хаос, который является средой космоса. Космос организма, он этот хаос себя вдыхает и претворяет его в организованность, порядок. Так. У Аристотеля тоже эстетический космос. Что вне космоса? Ничего нету. Это очень интересная модель, которая предваряет теорию относительности. Очень сильно тоже космос замыкается на себя. И пространство какое есть, это пространство космоса. Другого пространства нету. Пространство свернулось в структуре космоса. Замыкнулось на себя. И вопрос о том, что за космосом бессмысленным. Ничего нету. И для Аристотеля и Лейнштейна. Тут между ними были глички. Самое главное, это конечность. Греки понимали, что бесконечность, она чревата парадоксами. Знаете, вот, лисическое осознание древних греков направлено на что? Направлено на оформленные явления. Процеда — это форма. Процеда формальна, обязательно формальна. И в космосе тоже есть форма. Причем форма самая прекрасная, самая совершенная. Форма — это есть нечто определенное. Определенное. Бесконечность, она ведь аморфна. У бесконечности нет формы. И бесконечности есть нечто неопределенное, потому что у нее нет никаких пределов. Ее нельзя оконтурить бесконечности. Если ты ее оконтришь, ты получаешь конечное поле, конечное образование. Греки в этом плане целиком доверяли своему эстетическому чувству. Вот, пожалуйста, они вводят бесконечности в картины мира. Вот, скажем, Зенон, да, с его опориями, или, точнее говоря, опориями, хотя в зрении можно и так, и так делать. Но все-таки правильно, если следовать греческому, можно было говорить опория. Так. Значит, опория и Зенона, вы помните, да? Ахиллес не может догнать черепаху. Потому что надо все время преодолевать интервалы, которые, уменьшаясь, уводят нас в бесконечность. Прежде чем я пройдешь по лиду, пути, должно пройти и 1 четверть, 1 восьмое, 1 в шестнадцатое, 1 в тридцать вторую. Дорова уходит в бесконечность, да? Дорова уходит в бесконечность, да? И никто не может двинуться, ни черепаха, ни хиллес. Смотрите, да? Апория и Зенона, они шокируют, они ошеломляют. В целях доказать, что в мире движения нет. Движения нет, сказал мудрец Бродатый, по влиянию вот этих опорий. Так. Почему появляются опории? Почему? Потому что бесконечность их генерирует. Мы делим отрезок до бесконечности. Понимаете, да? И получаем парадокс. Получаем мир, который неподвижен. Но реальной этого нет, потому что существует квант длины, существует некий минимальный отрезок, и он кличный, наразив, да? Достигну которого мы не можем идти дальше. И от этого отрезка можно оттолкнуться и догонять черепаху. Но ведь это физика, это физические аргументы. А Зидон формулирует свою опорию как математический парадокс. Коммунистическая ловушка. Да, значит, нету возможности эту опорию снять. Вот бесконечно. Она портит игру. Она вносит возмущение в красоту космоса. Бесконечность неэстетична, я так бы сказал. Неэстетична. Отсюда вот эта установка на конечный космос. Эпоа Возрождения. Эпоа Возрождения. Чем она, конечно, прежде всего она стандаривает наше внимание. В эпоху Возрождения произошел переход от конечного космоса к бесконечной Вселенной. Обращаю ваше внимание, что понятие космос и Вселенная я сейчас использую не как синонимы. Не как синонимы. Что привычно. мы эти слова употребляем как равнозначные. Я эти понятия сейчас в этом контексте использую как антиномии. Как антиномии. Это противоположности. Космос всегда конечен и определен. Вселенная это нечто бесконечное и неопределенное. Ну вот огромный вклад в развитие идеи бесконечности внес пилософ Николай Кузанский, предшественник Женатана Бруна, Николай Кузанский. Я сейчас хочу вам показать, каким парадоксом приходит Николай Кузанский. Николай Кузанский был кардиналом, он был видным деятелем в католической церкви и все, что он делал, он делал во славу Бога. Во славу Бога. Вот его рассуждение. Бог существует бесконечно. Понятно, что Бог ничем не ограничен. Подавает ли бесконечному Богу создавать конечный мир? Вот какая интересная проблема встает перед Николаем Кузанским. Ну, разве достоин конечный мир бесконечного Творца? Какая-то в этом есть глубокая логика. Хотя это чистая вода-теология. И Николай Кузанский приговорит к выводу, что Бога, как создателя, более достоин бесконечный мир. Бесконечный мир, да? Бог создает не конечную космическую сферу, как это считалось раньше. Это часто мы видим на иконах. На иконах мы очень часто видим космос вполне пихогорейский по своей структуре. Полностью заимствована античная схема и пересена христианство. Один к одному. Нет, нет. Вот есть бесконечная вселенная. Бесконечный Бог это один вид бесконечности. Это бесконечность духа, бесконечность ментальная. А вот есть бесконечность материальная, бесконечность мира. И эта бесконечность требует от нас чего? Мы должны к ней адаптироваться, мы должны ее пытаться понять. А сделать это трудно. Ну вот рассуждение Николая Кузанского. И сквозь призму этих рассуждений хорошо станет понятен античный космос. Вот давайте с вами рассуждаем след за Николаем Кузанским. Прямое и кривое прекрасно отличимы в нашем мире. Пифагор, когда он составлял таблицу пределоположностей, там было десять пар, он в эту таблицу включил приблизму и кривизму. Четко я это сделал. Хорошо. Представьте себе, что мы не будем с вами различать прямое кривое. Ну, это придет к массе абсурдов. Вот, хорошо, что есть кривое, по крайней кривому мы можем придумывать колеса, и эти колеса, слава богу, катятся. Если у них появляется какая-то аномалия, какое-то отклонение от кружки, это уже всегда чувствуется на качестве движения, и это всегда плохо. Хорошо. Наш мир определенно различает прямое и кривое. То, что я говорю, кажется, атервизмом, кажется, банальным. Зачем оно говорить? Хорошо, теперь давайте спроизируем прямое и кривое на бесконечность. Ну, вот, я беру круг. Так, линия кружности это кривая, самому на себя. Но, меры кривизны варьируют. Чем больше круг, тем меры кривизны меньше. Давайте я буду сейчас радиус двигать в бесконечность. Вот я наращиваю радиус круга. Чем больше радиус, тем круг становится все более и более выположенным. Слово пологость, так он выполаживается. Кривая уменьшает степень своей выпуглости. Она как бы вот оседает эта кривая. Вот. На бесконечности, говорит Николай Кузанский, говорит и доказывает на бесконечности, да. Линия кружности должна превратиться в прямую. Понимаете, да? Бесконечность это понятие, которое не вмещается в наше сознание. Это знание, которое, это понятие, которое изначально чревато парадоксами. но вот так, да? Значит, пишем у себя, что на бесконечности прямой и кривой неразличимы. Неразличимы. Они совпадают. Вот здесь это учение о совпадении противоположностей. Это один из аспектов этого совпадения. Прямой и кривой противоположностей. Еще раз напоминаю, что вот Терпифамор составил таблицу 10 пар противоположностей. 10 пар. И вот одна из пар это прямой и кривой. Так. Эта пара очень важна для нашего пребывания в этом мире. В конечном мире. Так. Мы определенно различаем прямое и кривое. Определенность мира связана с тем, что такое различение возможно. И оно окажется элементарным. Оно окажется самой разумеющимся. Проецируя круг и бесконечность, мы теряем определенность. Мы теряем критерии различения прямого и кривого. Вот еще раз бесконечность аморна. Эта ситуация, где прямое и кривое и тождественное, она не импонирует нашему эстетическому чувству. Бесконечность она питает чувством возвышенного. Чувство возвышенного, ну да. Чувство возвышенного, когда ты понимаешь, что ты несоизмерим бесконечности, что ты теряешься перед огромностью, да, но не чувство прекрасного. Чувство прекрасного это чувство формы, это чувство предела. И Вселенная не может это чувство питать. Замечательно это, очень глубоко. Вот Николай Казанский показал, что вообще вся геометрия рушится на бесконечности. Но все, что мы в этом мире четко фиксируем, четко определяем, размывается на бесконечности. Вот это именно, очень хорошее слово, разнувается. Форма теряет свою определенность. И вот идет эта игра в этой положенности, когда прямые становятся круглыми, кривые, 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 прямые. И таких, наверное, Марвоз Николай Казанский очень много показал. Вот Жердана Бруно находился в определении Николая Казанского. Но вот в чем отличие Жердана Бруно от Николая Казанского? Вселенная Николая Казанского все-таки довольно абстрактная. Так, это Вселенная чисто умозрительная. Ну вот, Бога достоит бесконечный мир, хорошо, а как это бесконечный мир надо понимать? Об этом говорится промерк. Его интересует сама идея бесконечности, бесконкретизация. А Жердана Бруно про него подходит как ученый-естественник, как астроном. Вот это очень важно, да. Жердана Бруно изучает бесконечную Вселенную. И он говорит, что у Вселенной бесконечно много звезд. И эти звезды солнцеподолго. Вот это были очень смелые заявления, потому что тогда природа звезд не была известна. Существовали различного рода теории, объясняющие, что такое звезда. Но теории крайне наивные. Сомнительные, если не сказать смешные, с позиции сегодняшнего дня. Вот такая, как Жердана Бруно первым сказал о том, что далекие звезды это солнце, солнце. Сегодня это банально, но тогда это было великое зрение. Возможно, что вокруг этих солнц вращаются светила. Вокруг этих звезд вращаются планеты. Или вокруг этих светил вращаются планеты, которые населены разумными существами. Вот Жердан Бруно был пионерами здесь. Жердан Бруно в первом, в первом, стал говорить о братьях по разуму, о братьях по разуму. Это очень было что-то дерзкое. То есть Жердан Бруно говорил о материальной вселенной, как и бесконечной, как и бесконечной. Но вот, поймите, вот, прочувствуйте, как изменилась координа мира, как изменилось мироощущение людей. Входим в античный космос. Античный космос — объект эстетического созерцания. Чувства, которые мы там испытываем, — это чувства очень гармоничные, очень спокойные. Это чувства прекрасного, прежде всего. Это чувства меры, чувства лада. Входим в бесконечную вселенную. Она подавляет нас своими масштабами. Мы испытываем то, что называется пафосом, то, что называется чувством возвышенного. Это беспокойное чувство. Оно требует от нас... Ну, не то же оно требует, оно просто вызывает в нас сильнейший эмоциональный подъем, волнение. Совершенно разные миры. Система сфер, вот они хрустальные или алмазные, они поют так. И вдруг бесконечная вселенная, которая аморфна, которая есть неопределенность. И на фоне этой непределенности мы теряемся. Мы не можем, мы не можем вписаться адекватно в этот расширившийся мир. Я хочу заметить, что вот эта идея бесконечной вселенной, она получила поддержку у астрономов. У нас уже 17-18 века. Вот давайте с вами сейчас запишем у себя, что вот картины бесконечной вселенной, которые мы объявляемся на науки Ренессанса, эта картина держалась до Эйнштейна, до теории относительности. Ньютон, или Ньютон, так, Ньютон, вот он развивает эту концепцию, утверждая, что пространство вселенной, оно бесконечное и равноверно наполнено звездами, звездами, так. Вот. Дальше появляется великий астроном Гершель, Гершель, который усовершенствует телескопы, который наблюдает первые туманности. Ну, туманности, некоторые были, видимо, невооруженного глаза, там, скажем, туманцы Андромеды, ясли, скажем, там, Магеллановы облака в Южном полушарии. Ну вот он выражил, что очень много туманностей, очень много туманностей. И он еще не знает, Гершель, да, что это за Млечные острова. Они похожи на Млечный путь, по своему колориту, что ли, так. Он еще этого не знает, но вот встает вопрос о том, что эти туманности, они что? Они часть нашей системы звездной, часть нашей галактики? Или это, может, другие галактики? Вы видите, какая здесь амплитуда, да? Ну вот туманность, скажем, Андромеды, она где находится? В зоне нашей галактики? Ну, может быть, где-то на ее периферии. Так. Есть элемент нашей галактики, ее спутник. Так. Или это другая галактика, другой Млечный путь? Ну вот эта дилемма возникла очень рано. Вот Кант ее обсуждает уже вполне серьезно. Но научный ответ был дан только в 30-е годы 20-го века, когда было доказано, что это все-таки другие галактики, другие Млечные пути. Совсем недавно мы это узнали. Ну вот Джорджа Гершель этого просто беспокоит, да? Сами понимаете, если это мое-нусловие на часть нашей галактики, то расстояния нам даются малые, интервалы небольшие. И вдруг оказывается, что у нас на расстоянии 1 миллион 600 тысяч световых лет. Знаете, как вырастает расстояние? Вот как эти расстояния уходят в бесконечность. Бесконечность. Вот. Так что Гершель это предчувствовал. Гершель считал возможным, что вот эти манные пятна, есть другие Млечные пути. И Кант это поддержал. Кант на это сказал очень определенно. Посмотрите. Античная гармония сфер. Или христианская сфера. Христианская сфера на чем окружена? Эмпереем. Вот. Канчается система сфер на чем? Последняя планета это, естественно, Сатурн. Тогда еще Уран не был известен. И Нептун не был известен. И Плутон не был известен. Средняя планета Сатурн. Дальше идет сфера звезд. Очень такая, не толстая сфера. Вот эта оболочечка такая, заполненная звездами. Что такое звезды, дается в миссии не фантастическое. А дальше начинается эмперей. Это мир, ну, божественная реальность. Именно туда, туда хочет подняться Данте вместе с Беатричей, божественная комедия. Вот. И вдруг бесконечная Вселенная. У Ньютона она равноверно наполнена звездами. Вот бесконечное пространство, похоже на черный бархат. И поэтому бархат, она рассыпана звездами. Рассыпаны звезды. Так. Звезд должно быть бесконечно много. По Ньютону. Он не знал ничего ни о галактиках, ни о шаровых скоплениях. Они просто не были известны. Потому что на него Вселенная устроена очень просто, очень однородно. Однородно. Так. Вот. Какие разные миры-то. И вот человечество шагнуло из конечного космоса в бесконечную Вселенную. Это был грандиозный шаг. Вернемся к Копернику. Вот Коперник дает нам пример революции, которая очень модельная. Очень наглядная для того, чтобы понять, что такое революция вообще. Мы будем целую лекцию читать на датье о революции естествознания. Томас Кун, известный философ науки, это понятие вел на Западе. А у нас был ученый. Вот Банни Бадий Михайлович Кедров, я хочу, чтобы вы это имя запомнили. Очень многое сделал в жизни философии науки в России. Программа предусматривает знакомство с нашими, отечественными учеными. Банни Бадий Михайлович Кедров, очень честный человек, хотя он был марксистом-ленинцем, но не все же они были негодяями. Были там люди очень и очень интеллигентные, искренние, глубокие, которые хотели сделать марксизм чем-то недогматическим, чем-то творческим. Конечно, не получилось, им это не дали сделать, но стремления были благие. Так вот, мы не будем не раз обращаться к его пониманию революции. Он очень глубоко анализирует революцию Коперника и дает ее обозначение. И с тем следующим революцией мы об этом будем вспоминать регулярно. Вот первый, первый, да, девиз революции. От видимости к действительности. Так и запишем. Первый революции в зависимости сознания, Коперниканский переворот. От видимости к действительности. Что это означает? Давайте в этом думаем все. Видимость. Это мир, каким он воспринимается через чувства. Каким он воспринимается непосредственно. Мы видим, что Солнце встает, а Солнце заходит. Мы видим, что звездное небо вращается, вращается. Для нас это очевидно. На Востоке оно поднимается, звезды, а на Западе не заходит. Сколько мифов создано в связи с противостоянием Востока и Запада. Восток это что-то мажорное, Запад это что-то минорное. Боже мой, можно написать сегодня монограмму на эту тему. Хорошо. Чувства, которые непосредственны. Чувства, которые очень вроде как убедительны, вроде как достоверны. И вдруг оказывается, что чувства здесь нас подводят. Это не упрек чувства. Меня отражает то, что есть о самом деле. Но мы на основе чувствных показаний неверно интерпретируем реальность. Мы прямолинейно делаем выводы на основе чувствных наблюдений. В действительности, что не так, как это хотят нам показать чувства. В действительности, Солнце является центром мира. А Земля движется вокруг Солнца. И отсюда все эффекты, которые связаны с нашей сенсорикой. Что Солнце взошло, Солнце село и так далее. Вот я хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Чтобы понять, как много сделал Коперниг для человечества. Вот античность. Запишем у себя, что для античной науки характерен культ круговых орбит. Круг это совершенство. Как совершенные сферы, так? Вот. Смотрите. Планета должна двигаться по кругам. И вдруг планета движется по кругу. Вдруг она останавливается и начинает идти обратно. И рисует петлю на ней. Петлю на небе рисует. Так. Посмотрите, эстетическую карту. Понаблюдайте за траекториями планеты. И вы видите эти знаменитые петли. Знаменитые петли. Так. Боже мой, сколько было труда брожено на то, чтобы объяснить вот эти петлеобразные аномалии. Аномалии, как считали ученые. Патеремей. Он создал целую систему. Она создала систему эпициклов. Он как говорил, да? Чтобы снять эту проблему. Он говорил так, что каждый планет вращается вокруг некоего невидимого центра. Сатурн, скажем, вращается вокруг некоего центра невидимого. Так. И вот вращающийся Сатурн вращается по большой орбите. Вращается вокруг самого маленького центра. И эта вращающая система движется вокруг Земли еще. Так. И вот то, что Сатурн делает еще дополнительное круговое движение, согласно Абтельемею, может обвесить эти петли. Вы понимаете, какой громоздкий здесь механизм был создан для того, чтобы снять вот этот эбосалтат. Этот порог, этот дефект в картине мира. Сознание людей античности было мучимо этим фактом. Вы знаете, это была трагедия для сознания. Вот эти петли. Ну как же так? Впоследствии все должно быть все правильно, все регулярно. И вдруг эти безобразные петли. Сейчас известно, что Абтельемей фальсифицировал данные наблюдательные только для того, чтобы обвесить эти круги рационально. Он шел на обман. Вот есть такая книга, недавно вышла, называется «Преступление Клавдия Абтельемея». Ну это, знаете, несудимо, хотя это ужасно для репутации ученого. Вот это, я бы сказал, вера кругового движения, которое стало религией. Еще раз повторяю, здесь было сломано много копий. Здесь были оброшены колоссальные усилия. Входим в систему Коперника. Ну понятно, Земля рассчитывается вокруг Солнца. Мы с Земли наблюдаем планеты другие. И именно движение Земли вокруг Солнца эти петли элементарно объясняют. Понимаете, проблема снимается автоматически. Но к этому надо было бы отойти. Понимаете, а это было бы сделать очень и очень непросто. Отказаться от того, что ты в центре Вселенной, что ты житель на рядовой планеты, это было бы очень трудно. Вот я что хочу сказать. Значит, эпоха Возрождения, наука Ренессанса, она прекрасна тем, что сильно ударила по геоцентризму. А что такое геоцентризм? Это не только утверждение, что Земля в центре Вселенной. Это утверждение, что и человек находится в центре Вселенной. И вроде как это отвечает истине, потому что в человеке воплощается Бог. Бог избрал человека, жителей Земли. Нам подобает быть в центре. Нам подобает быть чем-то выделенным. чем-то особым, чем-то именно избранным, предпочтенным в сравнении с другими планетами. Отсюда бордость человека за свою планету и за свое место во Вселенной. Бурость, которая веками воспитывалась и передавалась из поколения в поколение. И вдруг тебя смещают из этого центра и из этого центра. не первое, а третье. сильнейший удар по человеческому самолюбию. И отсюда астраклизм, каперниканство. То есть это переворот и научный, и мировоззренческий переворот. Трудно переоценить его значение. Хорошо. Итак, каперниканской революции, переход от видимости к действительности. Переход болезненный, потому что очень трудно было адаптироваться к новой картине мира. Возьмите, скажем, ощущение шарообразности Земли. Земля шарообразна. Как так? Антиподы, антиподы, люди вокруг низу, висят головами в пустоту мировую, почему они не падают. Вы знаете, сколько потребовалось интеллектуальной энергии для того, чтобы адаптироваться к идее антиподов? Это очень серьезно. Это очень было непросто сделать, понять, что антиподы вполне возможны, и здесь нет ничего такого экстраординарного. Хорошо. Эпоха Возрождения, еще она, конечно, отмечена очень яркими географическими открытиями. Здесь надо вспомнить и кругосветное путешествие Магеллана, утверждившее идею шарообразности Земли. Это, я бы сказал, экспериментальное или наблюдательное доказательство, что Земля шарообразна. Открытие Колумба в Америке. Ну, вы знаете, мир расширялся в это время. Информация шла под окон широким и очень бурным. Это замечательно все. Хорошо. И, конечно же, вот эти все новые веяния, эти все перемены, они сопровождались преоценкой роли человека во Вселенной. Вот это надо сказать особо. Запишем у себя, что вот эпоха Возрождения, она как бы реабилитирует человека. Что значит реабилитирует? Я имею в виду среднюю хобби, которая человека, ну, уничижила до беспредельности. Уничижение, это что такое? Это умоление психического достоинства. Человек – существо греховное, порочное, безнадежное, надержимое всякими стремительными страстями. Убывать для спасения могут немногие, большинство людей сгинет в гиене огненной. Вот такой взгляд на человека, я бы сказал, совсем-совсем не мажорный, а взгляд, где доминирует отчаяние и недоверие к человеку, и скепсис по отношению к человеку. Только до Бога Возрождения, она снова ставит человека на бедестал, как в Бог античности. Вот здесь надо вспомнить Флоренцию. Во Флоренции была своя академия, подражавшая академию Платона. И один из членов этой академии, прекрасный ученый Пико, вот запишем его по-изелянски, Пико, между большой буквы, Делла, ну, типа, как князь или там граф, да, Делла, с маленькой буквы, Пико Делла, Мирандула, Мирандула, Мирандула. Но человек именно ренессансного склада, ренессансного склада, как раз потенции Возрождения в нем проявились со всей очевидностью и с абсолютной яркостью. Вот у него есть произведение, которое называется «Речь о достоинстве человека». «Речь о достоинстве человека». Там рисуется такая картина. Леслица существ. Леслица существ. От червя до Бога. Ну, на много ступеней. Ну, эта леслица еще не работает на эволюцию. Все твари сотворены Богом одномоментно. Или там какие-то очень малые интервалы времени. В моменты, разделенные малыми интервалами времени. Но, тем не менее, эта леслица как-то хочется привести в движение. И привести в эволюционную леслицу. Так, все существа жестко фиксированы на своих ступеньках. И только человек – существо свободное. Очень глубокие мысли, да? Человек – существо, которое может двигаться вниз. Это самоумоление, это деградация. Человек опустится туда, к началу этой лестницы. Но человек волен подниматься и вверх, к Богу. И может сравняться с Богом. Вот почему возрождение встретило сопротивление в церковных кругах? Потому что итальянский гуманизм, он, в общем-то, очень ярко и точно говорит о том, что наше богоподобие должно перейти в богоравенство. Человек способен подняться на уровень Бога. Вот это придут, от червя до Бога. Именно под влиянием Пикотелла и Мирандова наш, можно сказать, земляк, поэк Пикотелла и Мирандова, пишет свою оду Бог, и там такие строчки. «Я царь», «Я раб», «Я червь», «Я Бог». Вот эта амплитуда – от червя до Бога. Это и подходит Пикотелла и Мирандова. Итальянский гуманизм, который ставит человека в центре мироздания. Смотрите, да? Земля теряет центральное положение, а человек, наоборот, это положение завоевывает. Вот центральное положение человека. Я здесь не буду говорить про доклады, где человек воспевается, человек возвышается. Я обращу внимание на прямую перспективу живописи в эпоху Взрождения. Прямая перспектива. Ну, что такое прямая перспектива? Вы знаете, да? Это точка зрения чья? Моя личная точка зрения, так? Это моя позиция. И я чувствую себя в центре мироздания. И вы считаете себя в центре мироздания. Мироздание многоцентренно. И вот перспектива, она удаляется от нас. От нас, да? Когда я вижу, что лирицы сходятся, если это тема чудесная песня, то ведь это схождение, оно на мне завязано. Прямая перспектива идет от меня. От меня, да? Средневека используют обратную перспективу. Обратную перспективу. Характерную для иконы. Вы смотрите, на иконе, да? Скажем, изображается престол, да? Ну, сколько престол? Это прямоугольник. Согласно прямой перспективе. Вот задняя стенка престола должна уменьшиться. Уменьшиться, да? А на иконах мы видим наоборот. Они... Задняя линия, она шире линии передней. Почему? Почему? Потому что иконопись хочет компенсировать вот этот дозрительный эффект, субъективный эффект, что лирицы сходятся, предметы уменьшаются с расстояниями. Иконопись хочет дать в мир, как он есть на самом деле. Но как бы в мир уведены глазами мета-наблюдателя. Это без Бога. Так. Мир и пространство икон – это мир объективистский. Мир, где ты никакой роли не играешь. Тебе хотят показать мир, какой он есть на самом деле. Хотя, при этом как бы, ну, делают поправку на те иллюзии, которые связаны с твоим восприятием мира. Перспектива прямая, она в каком-то смысле иллюзорна. Так. На самом деле, рельсы не сходятся, и корабль становится абсолютно маленьким там в океане. Он сохраняет свои обычные размеры, но чисто, ну, если хотите, чисто субъективное. И рельсы сходятся, и корабль становится маленьким, как муха. Так. Запишем у себя, что, в общем-то, возрождение, оно работало на субъективизм. Я этого не стеснялась. Не стеснялась. Субъективизм – человек. Так. Позитие человека активно. Позитие человека… Связано с его именно выделенным положением во Вселенной. Выделенным положением. Привилегированным положением. Человек – это привилегированная система отчета. Есть такое вот словосочетание в теории относительности. И это замечательно. Хорошо. Итак, эпоха Возрождение – это прорыв в бесконечность. Это попытка поднять человека на уровень Бога. И продолжать о том, что человек, в принципе, уже сейчас должен примириваться к роли Творца. К роли Творца. Это колебания между магией и чистой наукой. Ну, уже начинает себя завалять капитализм. Уже возникает мануфактурное производство. Так. Уже появляются машины. Это требует, конечно, науки, никак не связанной с магией. Это должна быть наука очень строгая, очень четкая и обязательно опирающаяся на математику. И элемент этого уже к Иисусу в эпоху Возрождения. Хорошо. Я думаю, что эту тему мы можем сейчас закрыть. Давайте не будем делать перерыв. Я сегодня не буду вас передерживать. Еще одну тему сейчас рассмотрим. Еще одну тему. Близкую этой теме. Ее можно так будет обозначить. Эту тему новую. Фрэнсис Бекон. Фрэнсис Бекон как методолог науки. Фрэнсис Бекон. Ну что, я не буду вам давать точные даты. Зачем это надо? Ну что, это конец 16-го, начало 17-го века. Может, потом я вам дам такую таблицу хронологическую с выпиской всех дат. Их не так много будет. Но вот я взял сейчас привязку во времени. Фрэнсис Бекон. Ну, где-то он человек возрождения. Ну, где-то уже и человек нового времени. Человек уже просвещения. Так вот, фигура на плане промежуточная. Ну, мы все знаем, Фрэнсис Бекона по его афоризму. Знание и сила. Знание и сила. Конечно, это был человек абсолютно гениальный. Человек, который, если хотите, провидел наше время. Вот у него есть этапические труды. Техники, где показан триумф техники. Техники и строительной, и транспортной, и информационной. Очень много предугадано Фрэнсисом Беконом в этих его аутопических сочинениях. Но что здесь самое главное? Успешное будущее, мажорное будущее связано с тем, что наука стала движущейся в общество. Знание и сила. Наука как фактор, преображающий мир. Вы понимаете, это очень сильный поворот мысли. И очень неожиданный наука. Она ведь, прежде всего, теоретизирует. Наука объясняет явление. Наука вроде как созерцательно. А здесь знание связывается с действием. Знание связывается с практикой. Это только самая-самая заря технизации. Самая-самая заря чего? Ну, появление машинного производства. Как изменится мир вскоре? Вот сейчас я был на Москве на выставке Тернера, великого художника Тернера. Вот он рисует любимую свою темзу. И мы видим, по великам темзу стоят заводы, трубы поднимаются, трубы чадят. Но художник Тернер находит какой-то эффект красивый в этом дыме. Он художник. Он, собственно говоря, не обязан заниматься экологической проблематикой. Но мы видим, что меняется экология Лондона. Другой пейзаж. Пейзаж, да? Индустриальной страны. Индустриализация. Эта презерация была в пеленках, когда Франсис Бекон создавал свои труды. И вот в этих трудах себя заявляет колоссальная прогностическая сила. Прогностическая сила. Возможность предсказывать, предвидеть. Заранее говорить о том, что еще не состоялось. Хорошо. Итак, Франсис Бекон. Давайте вот скажем о самом главном в его творчестве. Ну, первое. Франсис Бекон остро осознает как-то переживать с тем самим существом, да. Что наука находится в тенетах заблуждений. Заблуждений. Так. Ведь мы хотим найти истину. Наша цель – это истина. Очень часто она совершается подмена. Вместо истины – мираж. Но мы в этот мираж верим. Мы культивируем это миражное построение и оберегаем его от критики и так далее и так далее. Ощущение того, что мы идем по ложному пути. Ощущение того, что содержание многих научных книг по сути, по существу равно нулю. Франсис Бекон, он жил в эпоху, когда еще традиции средневекового мышления, особенно в науке, были крайне сильны. Что же тут удивляться, так. И очень многие люди преследовали, люди ученые, конечно, цели заведомо ложные. Цели, которые вели в тупик. Вот Женщин Бекон это осознает. И он ставит при собой задачу. Понять, откуда проистекают наши ошибки. Так. Вот. И эти ошибки попытаться преодолеть.